Я бы хотел в этот день поблагодарить и поздравить своих коллег не просто с праздником, но и с итогом серьезной научно-исследовательской глубокой работы. Так получилось, что мы давно уже придумали для себя, что совместить. Два важных события. Важное событие для авторов – это завершение работы над книгой и особым образом отметить День памятника и историческое место, в котором по полному праву относятся Поляково поле. Поэтому это традиционное мероприятие для нас. Надо сказать о том, что, как показывает практика, как неожиданно, что наша организация, наше музейное подразделение федеральное является одним из локомотивов, музейных изданий, музейно-издательской деятельности на территории России. И вот буквально две недели назад приезжали к нам сотрудники из Северодвинского музея для того, чтобы познакомиться с опытом нашей издательской деятельности и понять, как двигаться дальше в точке зрения того, как развивать свою издательскую деятельность. Конечно, все наши издания во многом связаны с историей и археологией природы Куликового поля. В последнее время мы начали достаточно большую программу издательской деятельности, связанную с научно-популярной деятельностью, поскольку понятно, что, конечно, посетители, приходящие к нам в музей, в основном, это рядовые граждане, которые не являются научными сотрудниками. Поэтому, конечно, научно-популярные издания наиболее, так сказать, близко и доступны для них литературу, которая для нас является таким проводником наших идей, воззрений, продвижения наших экспозиций, наших выставок, наших музеев для широкой публики в том числе. Что приятно, что объем, количество и качество тех изданий, которые мы подготовили за последний год, а это только издание последнего года, не позволило нам рассказать о каждом в отдельности. Мы перешли уже к некоторому формату, который позволил нам как-то их сгруппировать и коротко рассказать не о каждом издании, а о таких целых издательских направлениях. И первый сборник материалов, он называется «Воинские традиции в археологическом контексте» от позднего Латена до позднего Средневековья. Этот сборник по итогам конференции, которая состоялась в 1921 году, и была посвящена памяти известнейшего нашего российского археолога, оружиеведа, и даже не только российского, но и зарубежного, Анатолия Николаевича Кирпичникова. Эта конференция была международная, мне приняло много участия и исследователей из зарубежья. Могу сразу сказать, что этот сборник, он будет интересен не только узким специалистам в каждой своей области, да? Каждый найдет что-то для себя. На продолжение серии наших книг, это развивающие игры и задания для детей и их родителей. В целом бы хотелось немного рассказать о принципах данного издания. Книги в первую очередь нацелены на детей младшего школьного возраста и их родителей. Также книги созданы как продолжение разных музейных проектов, как выставок, так и экспозиций. И распространяясь непосредственно через наши сувенирные магазины, благодаря этим изданиям мы знакомы и рассказываем посетителей о том, что еще вы можете посетить и одновременно познакомиться с этим. Так вот, в этом году мы презентуем две серии этих книг. Это коллективный труд, и он отвечает на главный вопрос. Десять причин отправиться в путешествие, почему надо ехать из Куликова поля на Угру, что можно по дороге посетить, что можно увидеть. Я думаю, что это будет полезно. И, без всякого сомнения, издательская деятельность – это не только трудоемкая, но и финансово емкая история. Чтобы издание дошло до типографии, над ним труются редактора, корректоры, художники, дизайнеры. Полиграфия, хорошая полиграфия тоже требует серьезных затрат. И нам очень приятно в этот день сказать слова искренней благодарности тем людям, которые, занимаясь своим, так сказать, реальным экономическими, какими-то, так сказать, серьезными задачами, не забывают про историю, про археологию, про наши памятники, про историческую память. И выделяют нам, музейщикам, на издания деньги, которые позволяют, мне кажется, расширить серьезно нашу музейную аудиторию. Я думаю, что очень важно, чтобы те книги, которые рассылаются музеям-заповедникам Поля Куликова во все публичные библиотеки, чтобы они изучались и в тех сообществах, которые сейчас действуют в библиотеках, ну и, безусловно, использовались в работе педагогами и историками, которые живут и работают в нашем крае. Ну и, конечно, я испытываю чувство гордости, что наша компания имеет к этому самое непосредственное отношение. И для нас очень важно, чтобы люди, которые живут в Тульской области, гордились своим прошлым, чувствовали свою сопричастность. И то, что сейчас появилась серия книг для детей, это очень важно, потому что в легкой доступной форме дети знакомятся с тем, что происходило на нашей территории. Большая часть русской истории, ну, практически вся история нашего государства связана с Тульским регионом, а Поле Куликову, как известно, первое поле ратной славы, откуда была, практически пошла наша государственность. От этого все идет и наш патриотизм, и наша учеба. Ведь, вы знаете, сейчас оборонщики свои классы делают, и, в общем-то... И это нам очень интересно, а вот как это было для школьников? Вот эти воспитательные моменты, познавательные моменты, они очень, ну, просто бесценны. И то, что делает Владимир Петрович, это дорогого стоит. Тем более, ну, правительство оценило, президент оценил их труд. Еще раз огромное спасибо.